У нас есть разные способы воздействия на человека. Обычно мы рассматриваем вариант, когда он на нас воздействует, а вот на него тоже иногда надо, да? Ну, например, он хулиган, надо эту руку завернуть. Как обычно делают? Ну, не хочешь, чтобы выворачивались. Вот, прикладывают все усилия к руке, да? Начинаем его включить, он начинает сопротивляться. Ну, борьба, да? Да, но, в принципе, полицейские так не будут делать, они перед этим расслабят, да, а потом руку ломаются. Ну, я не буду расслабляться, чтобы расслабляться. Вот, но это борьба с силой. Более грамотный вариант, то есть заходить в человека по суставу. То есть вот один сустав, второй, третий. Ну, можно до ноги, да? Да, то есть вот создаем в суставах крайнее положение, где он не может вращаться. Ну, механик на самом деле. И вот, с закручиваем человека, можно его теперь куда-то вести, да? И третий вариант, когда мы уже, как бы, заходим, да, в человек. Вот, смотрите, вообще напряжения нет. Вот мы, как бы, его берем, да? Ну, еще раз. Да, ну, если человек сопротивляется, то мы берем другую сторону. Да, то есть парадокс. Чем меньше мы прикладываем усилий, тем труднее сопротивляться. Да, то есть вот, соединились с этим усилием. Ну, выглядит так, как будто он поддается, но поддается, потому что он немножечко сопротивляет. Ну, и делишь-то сюда. Да, то есть вот, чем меньше мы прикладываем усилий, тем труднее человеку сопротивляться. Более, столько направлений не ждет. Давай их, отработай все. Да. Если я буду делать силы, то вот. Ух, что не надо. У меня руку трудно издевить. А если я делаю без силы, то намного легче. Друзья, я не могу забыть, ребята. Да, странно. Потому что я захожу через тонкую структуру, да, фасции называется, и вот, как бы, забираю, видишь, все тело, да? Я же не руку забираю, а все тело подняю. Да, то есть вот, чем легче, тем воздействует, тем проще. Тем труднее. Два пальца надо, да, всего, на самом деле.